Перед запуском двигателя тягача проверка уровня моторного масла. Перед началом работы следует произвести проверку уровня масла в двигателе тягача. Для того, чтобы проверить уровень моторного масла, необходимо вытащить щуп, протереть чистой веточью, вставить обратно и снова вытащить. Уровень масла на щупу должен быть между верхней и нижней меткой. Уровень моторного масла проверяется только когда локомотив находится в горизонтальном положении. Если уровень моторного масла ниже нормы, то необходимо открыть крышку заливной горловины и произвести доливку масла. Закрыть крышку и повторить проверку. Проверка охлаждающей жидкости двигателя Уровень охлаждающей жидкости двигателя должен быть по центру смотрового окна. Если уровень ниже нормы, необходимо открыть крышку заливной горловины и произвести доливку до необходимого уровня, после чего плотно закрыть крышку. Проверка натяжения кленовых ремней Чтобы проверить натяжку, необходимо нажать большим пальцем на центральную часть ремня. Ремень должен отклониться от центральной оси на 8-12 мм. Если ремни прославлены или перетянуты, нужно отрегулировать натяжку с помощью механизма натяжения ремня помпы или механизма натяжения ремня генератора и опять повторить проверку. Уровень гидравлического масла В тягаче Bevox установлено два гидравлических бака – основной и дополнительный. В каждом баке имеется по 4 смотровых окна. Бак дополнительной гидравлики наполняется маслом до верхней точки третьего смотрового окна. Бак основной гидравлики также наполняется маслом до верхней точки третьего смотрового окна. Если уровень ниже нормы, необходимо произвести дозаправку гидравлического масла. Для этого следует убрать стопор, снять заглушку, установить рукав, присоединенный к насосу и закачать масло в бак. Данный клапан относится к баку дополнительной гидравлики. Клапан, находящийся выше, относится к баку основной гидравлики. После заправки необходимо установить заглушку на место и зафиксировать скобой. Проверка уровня топлива. В тягаче Bevex установлен один топливный бак емкостью 120 литров. Для проверки уровня дизельного топлива в баке установлено 4 смотровых окна. Перед запуском двигателя бак должен быть заполнен. Для дозаправки бака необходимо открыть крышку заливной горловины, установить специальную насадку, зафиксировать ее. Установить рукав подачи топлива в бак и произвести закачку. В случае, если топливо не поступает в бак, необходимо снять заливную горловину и очистить сетчатый фильтр. Установить его на место и повторить заправку топливом. Проверка воздушного фильтра. После того, как заправка топливного бака произведена, необходимо проверить засоренность воздушного фильтра. Для этого необходимо снять верхнюю крышку и убрать пластиковый кожух, которым закрыта крышка. Ударить накопившуюся там пыль. Затем пластиковый кожух прорезью к специальному кронштейну устанавливается на место. Далее открутить гайку накидным ключом на 13 и извлечь воздушный фильтр грубой очистки. Визуально проверить его засоренность. При необходимости очистить от пыли, либо заменить на новый. Затем необходимо проверить фильтр тонкой очистки. Ключом на 24 открутить гайку, снять фильтр, убедиться в его чистоте. В случае необходимости заменить. Далее произвести очистку внутренней полости ветошью. И установить новый фильтр, либо очищенный на место. При установке необходимо полностью попасть в гнездо, закрутить гайку ключом на 24. Проверить, чтобы фильтр был хорошо закреплен и не прокручивался. Затем установить фильтр грубой очистки. Затянуть ключом на 13. Проверить, чтобы фильтр не вращался и был хорошо закреплен. После чего закрыть крышку. Обратите внимание, стрелка должна всегда указывать вверх. Зафиксировать крышку скобами до щелчка. На этом очистка воздушного фильтра закончена. Топливный фильтр Проверку топливного фильтра грубой очистки топлива необходимо начать с визуального осмотра. В топливном фильтре имеется прозрачная колба, в которой можно увидеть чистоту топлива. Если в колбе видно водянистый осадок, то необходимо отвернуть вентиль, слить водянистый осадок и закрутить вентиль. Если в топливе видно посторонний мусор, тогда необходимо закрыть топливный кран, отвернуть колбу и очистить ее. Затем наживить колбу на место, открыть кран, дождаться пока колба наполнится топливом и затянуть колбу до упора. Далее надо закачать топливо в систему. Для этого необходимо открутить шток подкачивающего насоса и произвести закачку. Затем закрутить шток до упора. Очистка выхлопных шариковых пламя-гасителей Для очистки пламя-гасителей необходимо снять верхнюю крышку, открутив 4 болта по ее периметру. Делается это с помощью шестигранного ключа на 10. Снять защитную крышку, открутить болты крепления шариковых пламя-гасителей, снять пламя-гаситель и открыть крышку корпуса пламя-гасителя. Далее высыпать литографические шарики в моющую жидкость, промыть их и хорошо прополоскать водой. Далее засыпать обратно. После установить пламя-гасители на место и закрепить крышку. Замена воды в выхлопном шкафу Выхлопной шкаф наполняется чистой питьевой водой и имеет емкость 175 литров. Перед заправкой бака чистой водой необходимо открыть сливную пробку и слить грязную воду с бака. Затем закрыть крышку и перейти на другую сторону. После того, как вода с бака слита, необходимо его наполнить. Для чего следует повернуть крышку, чтобы она вышла из зацепления и потянуть на себя. Затем через заливную горловину заполняем бак водой до уровня, ни в коем случае не выше. После чего подождать, пока излишки воды сольются и установить крышку на место, чтобы крышка вошла в зацепление. Замена воды в баке тягача производится только на горизонтальной поверхности. Проверка пломбировки на контрольных узлах механизмов. Ограничители скорости на кабинах 1 и 2. На трех клапанах триады гидравлических насосов. На разгрузочном автомате. На клапане, ограничивающем давление главного насоса. Такой же клапан установлен с другой стороны главного насоса. Три пломбы на топленной аппаратуре, установленные на основных узлах подачи топлива и ограничителей оборотов двигателя. Пломба на клапане гидроаккумулятора прижимного усилия. установленного на кабине номер 1. Пломба на клапане основного гидроаккумулятора, установленного в гидроблоке. Пломбы на огнетушителях, расположенных в кабинах тягача. После проверки контрольных узлов на наличие пломбировки, необходимо произвести проверку на наличие утечек в масляной системе, топливной системе и системы охлаждения двигателя. Проверка приводных колес. Проверить диаметр приводных колес можно с метровой рулеткой, замерив внешний диаметр колеса, который должен быть не менее 330 мм и не более 350 мм. Проверка тормозных колодок. Необходимо визуально осмотреть тормозные колодки. Для наглядности возьмем уже снятую тормозную колодку. Тормозная колодка состоит из двух частей – корпуса и накладки. Толщина накладки должна быть не менее 2 мм. Если колодка не входит в эти параметры, ее требуется заменить. Для замены колодки необходимо снять стопор, снять колодку с пальца, взять исправную, установить обратно и зафиксировать стопором. Подвижной состав. Тяги подвижного состава должны сидеть плотно, быть целыми, без трещин, пальцы стоять на месте, быть зашплинтованными. Болты крепления кронштейнов должны быть затянуты. Проверка системы пожаротушения. В систему пожаротушения входят огнетушители ОУ-8, стационарные и ОП-6 переносные. На огнетушителях ОП-6 установлен манометр, стрелка на котором должна быть в зеленой зоне. На огнетушителе должен быть раструб. Стационарные огнетушители должны быть опломбированы, подключены к системе. Проверка грузоподъемных механизмов. В грузоподъемных механизмах необходимо визуально осмотреть наличие крюков, наличие замков на крюках, отсутствие трещин на крючках, целостность цепей, исправность соединительных тяг, шплинтовку пальцев и отсутствие течи гидравлического масла. Проверка тормозной тележки. Проверяем тормозную тележку. Для проверки тормозной тележки надо отжать пружину, фиксирующую трубку. Вытащить трубку, перейти на другую сторону. Здесь находится механизм аварийного клапана. Для проверки механизма надо установить трубку во ввод клапана. Далее резким движением вниз сымитировать срабатывание ограничителя скорости. Убедиться, что тормозные колодки крепко прижались к шейке монорельса. Затем установить трубку в ввод клапана и движением вверх установить клапан в исходное положение. Далее следует растормозить тормозную тележку. Для этого устанавливаем трубку в закачной насос и закачиваем давление. Устанавливаем трубку на место. Запуск двигателя тягача. После осмотра локомотива переходим к запуску двигателя. Для того, чтобы запустить двигатель, необходимо открыть кран, расположенный в моторной секции. После проверить состояние воздушной заслонки. При необходимости взвести ее поднятием вверх до щелчка. Убедиться, что давление на манометре не менее 150 бар. Если давление ниже, надо взять рукоять и установить ее в ручной насос. Произвести закачку масла в гидроаккумулятор. После того, как давление в гидроаккумуляторе станет более 150 бар, необходимо пройти в кабину тягача. Для запуска необходимо установить главный выключатель в положение 1. Проверить стоповые кнопки в двух кабинах. Провернуть ключ активации кабины. На дисплее должна появиться надпись «Смазка двигателя». Данная надпись означает, что тягач готов к запуску. Открыть защитный кожух кнопки «Пуск» и нажать. После запуска двигателя закрыть защитный кожух. Должна уйти ошибка «Смазка двигателя». И появится информация о текущем состоянии локомотива. Обороты двигателя, давление прижима, температура двигателя, температура гидравлического масла. После чего необходимо проверить исправность системы аварийной остановки двигателя. Для этого следует нажать кнопку «Стоп». Двигатель должен остановиться. После остановки двигателя необходимо взвести кнопку «Стоп» и произвести повторный пуск. После запуска двигателя необходимо проверить наличие утечек в масляной системе, топливной системе и системе охлаждения двигателя, а также герметичность выхлопной и всасываемой системе тягача. Проверка звуковой и световой сигнализации. Для проверки необходимо нажать кнопку «Подача звукового сигнала» и включить фару. Данные действия выполняются в каждой кабине. Проверка тормозной системы тягача. Давление главного насоса и максимальных оборотов двигателя. Чтобы проверить, развивает ли двигатель максимальные обороты, следует разомкнуть ограничитель скорости и плавно отклонить рукоять до упора. Двигатель должен развивать максимальные обороты 2700 на BX90 и 2550 на BX80. Затем отклонить рукоять в обратную сторону. Параметры должны совпадать. Далее необходимо установить флажок ограничителя скорости в рабочее положение и перейти к проверке тормозной системы тягача. Ставим локомотив на ручник и плавно отклоняем рукоять до упора. Давление на дисплее должно вырасти на 32,5 до 34 мегапаскалей. При этом локомотив не должен двигаться. Это означает, что тормозная система исправна и держит локомотив при тяговом устили 120 кН. Далее необходимо выключить ручник, открыть кран аварийной остановки и повторяем проверку. Локомотив должен начать движение и остановиться через 2-3 метра. Затем необходимо проверить, при каких оборотах локомотив начинает движение. Для этого следует выключить ручник, убедиться, что кран аварийной остановки закрыт. Плавно отклонить рукоять до начала момента движения. Обороты должны быть в пределах 1280-1350 оборотов в минуту. Все проверки необходимо произвести в каждой кабине. После того, как все проверки произведены, можно приступить к работе. По окончанию работы, перед тем, как заглушить двигатель, необходимо дать двигателю проработать на холостых оборотах не менее 5 минут. Продолжение следует... Продолжение следует...